Всем привет, друзья! С вами снова я, Белый Копатель. Снял камеру, чехол с камеры, чтобы получше слышно было. Вроде ветра нету. Короткое разговорное видео на тему в стиле идущей к реке. Рассуждение на тему... Ну, собственно, название вы прочитали. Давненько мы бойкот никакой не объявляли, поэтому давайте-ка объявим бойкот такой опции, которые придумали магазины, как трейд-ин. Вот, ребята, трейд-ин это жутко невыгодная вещь, потому что, собственно, не надо быть всеми пядей во лбу, чтобы понять, что продавцы закладывают, конечно, свои риски, и что, в принципе, объективно оправдано с их стороны. Но для нас, как для кладоискателей, это абсолютно невыгодно. То есть берут они приборы очень дешево. Не просто дешево, а очень дешево. Поэтому, ребята, если вы, конечно, любите ощущать палец в заднице, когда вас поимели, то вы можете участвовать в трейд-ине. Но, конечно, это, естественно, сильно ударит по вашей самооценке и по вашему карману. То есть не надо думать, что ваш прибор оценят задорого. Я сейчас не буду называть какие-либо магазины, потому что меня могут опять-таки мои фанаты заклеймить в продажности в очередной раз. Вот. Сейчас я просто называю все магазины, которые берут приборы по трейд-ину. Они так или иначе, естественно, залазят в карман кладоискателя. А делают они это с разрешения копателя и кладоискателя. То есть вы сами им просто отдаете часть своих денег. Друзья, мы не настолько богаты. И, как говорится, наше хобби, оно скорее забирает деньги, чем приносит. Мы получаем удовольствие, но о денежном варианте как бы никто не говорит. И для многих, поверьте, даже сумма в 3-4-5 тысяч рублей, она весьма весомая. Так вот именно на такую сумму обычно дешевле у вас и покупают прибор. Ну, опять же повторюсь. Понять магазины можно. У них главная цель продать. Сколько бы они лесных слов не говорили, как бы они не пытались мимикрировать под кладоискателей, копателей, называться можно кем угодно. Но в первую очередь они продавцы. А продавец, он должен заработать. Заработать на чем? На нас, дорогие мои. На нас. Поэтому, ребята, предлагаю объявить бойкот трейдину. Не сдавайте прибор, а продавайте его на всевозможных площадках. На ревью-детекторе есть тема. На других сайтах у меня создана группа ВКонтакте. Ссылку найдете тоже в описании. Обменивайтесь. Единственное, конечно, есть и нечестные люди, которые пользуются и пытаются обмануть. Старайтесь находить варианты, чтобы можно было посмотреть вживую прибор и не отправлять деньги незнакомым людям. А если вы хотите продать прибор, то продавайте его. Предлагайте сначала своим знакомым, друзьям знакомых. Пишите на форумах. Делайте, как бы, обменивайтесь между собой. Не нужны нам посредники в виде продавцов, которые еще, повторюсь, и заберет излишнюю долю денег. То есть мы покупаем у него прибор, он уже на нас заработал в этот момент. Так в этот момент, сдавая прибор, вы ему двойную выручку даете. Он еще заработает и на вашем старом приборе. То есть вы просто кладезь для него. Зачем это делать? То, что люди говорят, время сэкономить. Ну, может быть, да, время и сэкономите. Но с другой стороны, опять же, будь у вас не ликвидный прибор, который нельзя было бы продать, поверьте мне, продавцы тоже не дураки, они бы его покупать не стали. А если у вас будет не ликвидный прибор, то, естественно, с вас поимеют, поимеют именно еще больше. То есть тысяч десять могут, а то и больше. Поэтому, друзья, объявляем бойкот трейдину, ничего не продаем им. Продаем между собой, между кладоискателями и копателями, в первую очередь. Вот такие мои мысли. Что вы думаете по поводу трейдина? Кто сталкивался? А, пишите прямо в комментариях. Очень интересно почитать, какие суммы вам предлагали. Прям пишите смело. Я ничего не буду модерировать. И прошу сразу продавцов всех не обижаться. Вы должны узнать глаз народа. Пишите прямо, какой магазин, сколько, за какой прибор предлагал. И сейчас мы поугараем. Вы просто думаете, что это не так. Но я больше чем уверен, что сейчас люди напишут очень забавные цены и супер забавные предложения, которые были озвучены нашим камрадам в том или ином магазине. И, соответственно, пишите, продали вы прибор за эти смешные деньги или все-таки решили повременить. Вот у меня дилемма. Я уже почти подошел до места, но все-таки я иду на распашку. А здесь еще выгорел берег реки. Ну, как реки, ручья. В общем, у меня дилемма. Либо туда пойти. Эх, весна. Запах вишен. Запах цветения. Сейчас самое безумно красивое время, когда вишня зацветет, яблони зацветут, сливы зацветут. Все цветет. Аромат стоит неимоверный. Погода вроде тоже, но вот видите там, да, тучки. Возможно, подзатянет. Сегодня меня может помочит, но ничего. Не привыкать. Просто, опять же, выходных мало. Ну, ладно. Не будем размусоливать эту тему. Это уже в следующий раз. Вот. А на сегодня это все. Байкот трейды. Ну, ребята, ставьте плюс, если поддерживаете. Ну, а если вы продавец, ставьте минус, ставьте дизлайк, пишите, все такое. В общем, я вас понимаю. Не одобряю, конечно. Я по другую сторону баррикад. Вот. Так что, друзья, продолжаем общение в комментариях. Пожелайте мне удачи. Увидимся. Всем удачи. Всем пока. С вами был Белый Копатель. Идущий к Распашке. Ну, а на сегодня это все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok.